я как могу кроме мира искренне сергей хорошо позвонил раньше всегда через почту году не получилось что-то не то я бы ответил ну давайте сделаем так вот прямо здесь ниже пока еще видите еще идет пишет пишет тимофеев владимир пишет и так далее напишите то чтобы мне вот как то ваш вот этот емайл называется я потом возьму его вставлю и вижу где ваши письма у меня три почтовых ящика вот емайл своего здесь ниже напишите я скопирую для этого и существует вот эта комната чтобы разобраться во всех недорогие еще и тогда можете звонить и надо я отвечу если ваше письмо бывает так я обратился к сергею саратова владимир башкортостан как посоветоваться со сроками сертификации косточка абрикосов а урожай уже у меня ха ха значит раз вы живете башкортостане у вас всего лишь там на неделю на две весна начинается на ночь у меня сроки практически те же раз вы говорите про абрикосы это будет середина апреля но при этом надо умудряться как-то хранить например погреб в холодильнике какая-то стеклянная посуда чуть ли не прозрачная но таким расчетом чтобы умудриться увидеть начало когда первое лопается и хорошо если уже хотя бы после халопаты значит прогревшиеся высаживайте уже на постоянные места регуляции 20 процентов еще в это время будет и мыши сесть кто-то наступить может у них выливая такая засуха что ради попавлюсь получше его а вам не когда вот так может быть но проклюнуть все желательно уже садить на постоянные места и больше не подходить это залог успеха спящая когда земля таяла на пол штыка начинает зеленеть трава а они спят все садите и спящие тоже но если когда вы поглядели некоторые уже такие пирожки тут уже караул а на улице может быть еще и такое бывает тогда в горшке ну холод вот короткий результат тимофеева а не погодите дальше идет николай до тех пор пока абрикос не цветет все нормально как только пересветение гибель ну и погодите если вы про абрикос на тёрне это нормально гибель вот галлическая несовместимость так тимофеева если если вы про этот вариант говорите не абрикос на абрикос на тёрне так елена варенька сенси развеете мои сомнения я посадила сразу себе перевод или хороший просто насекуру то вот им не помешали я чем мешать корни так и же вечер и там объем корней то вот первый год конечно не помешает позже а если дальше вот растекольный полетглуб то на протоколе могут вредить там могут вот таких случаях получается так я уже говорил с левой явно не особенно не сенсоры подвое а именно а такие у сергея все подвое это огромный хорошо что есть возможность высказаться это моя началась сергеем это продолжается все до единого саженцы явно привиты на корневые отводки без центрального корня сейчас в нет времени идет до конца третий час вот я вам показал это реально это корни корневые отводки они не боятся грунтовых вот так это и вишни помните я показываю вишни который отрезал не у всех все колеба недавно показал это также не боятся и еда и сливы сильно не боятся вот еще волосы вишни уже учитывая их размеры полкустальник тоже не боятся а вот груши и абрикосы хотите испытать холм повыше вот это занимается водоотведением но это такая работа получу часок поменять поменять и так елена пишет дальше благодарю вас за следующий вебинах получила много ответа но и вопросы хочу выясниться по вашей методике давайте я вам благодарю за то что вы слышали так владимир башка тостан елена у меня та же ситуация но уже хватило абрикосов на варенье поздравляю так его феева елена так это в чем зачем 10 самый а зачем здесь его калона ну-ка найдем предыдущие письмо а вот она развеете сомнение благодарю вас хочу так ну может быть вы хотите с кем-то подружиться поэтому здесь ваш адрес наверно что-то не то в этом году пишет логибер которая уже абрикосов на елся 27 апреля абрикосы зацвели зацвели для башка то странно нормально почему год на год не приходится но зацвели же вы сами сказали наелись хватило на варенье поздравляю теперь ваш вопрос когда мокрый песок а вот тот самый я сказал середина февраля начало сертификации это есть погружение мокрый песок и в холод плюс два плюс три градуса если вы держите такую температуру холодильник я вас поздравляю ну что друзья все закончили как говорили этот сам я помню наши президенты заканчивая съезд вот перед товарищи за работу если это самое как называть банкетный зал товарищи за работу первое заказывайте семена черенки черенки у меня кончится через месяц не будет ни одного яблони у черенка ни одного грушева имейте это ввиду абрикосы продержаться до весны вот но у кого то есть эти самые подводят на прикос поэтому я продать не могу что их мало так теперь кто-то писал писал и друг исчез может быстренько закруглиться прошло 3 часа пока никто не пишет вроде тут писал так 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 заказать семена в каталоге двадцать первый год ребята надо будет супругом подсказать надо исправить надо будет 22 год 22-23 промашка вот этого кошки хуже не стали ну все никто не пишет я с вами прощаюсь вот здесь ненадолго до следующего 215 вебинара осталось ровно недели сегодня вебинар был тяжелый в том плане что я не знаю зачем мне благодарила дамы вот за вебинар не понимаю вебинар был очень тяжелой и больше рассчитан на этих кто имеет инженерное образование сельхоз образование получился в школе на пятерк знаете мне хватило школьного этого школьную программу чтобы говорить все что я знаю хватило только для этого надо было это все это внимательно если кто-то знал что такое это когда мы дети сами покупали учебники сами нас посылали за учебники до 1 сентября я прочитывал биологию географию историю астрономию потом говорят отменили астрономию еще пару книг то есть 1 сентября я уже мог в школу не ходить прочитывал до корки на корки просто удивляться когда все на виду вот и зачем муравьи нужны и зачем черви нужны потом какой-то идиот говорит берите лопату перекапывайте землю вот уничтожьте весь труд червей ужас ну вот Владимир закругляется так ссылка на каталог семян не работает это это вопрос не ко мне у меня брат этим занимается Юрий может ты слышишь брат я тоже не смог открыть каталог а вы и Сергей давайте мне напрямую пишите я вам пришлю каталог который откроется вот ну что Владимир вы пишите спасибо здоровья вам он тоже вот все пишет не успею отключиться все будем ждать что напишут вы все и так каждый раз спасибо всем здоровья ну вот теперь точно простимся до свидания друзья вот я так боялся что вы подключаетесь нет нормально все 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 а то я сейчас как то все анекдоты рассказываю до свидания до свидания до свидания не туда нажал а знаете что секунда а вдруг по теме а а а а а а а давайте давайте так хорошо что вы позвонили и вас слышат еще другие люди заказы принимает его жена моя девушка я завязала татьяна александровна текстую ее телефон 8 913 444 3178 3178 а 3178 если про 7 разговаривать да так а ваша книга продается еще вы ее высылаете или как этоbus да высылаю эта книга на Первая книга, которая называется «Северный сад. Сворение чудо своими руками». Она есть только теперь на диске. Зато всего 300 рублей диск. В электронном виде мог бы выслать за 500 рублей. Вторая книга, хоть у нее есть двойнобильские премии, и она тоже очень интересная. Очень. Это как бы погружает в атмосферу садоводства. Там переписка, там много ценнейших этих дискуссий, все. Она называется, это вторая книга, «Записки зачарованного сибирского садовода». Она самая дешевая, 600 рублей, только потому что у нее обложка мягкая. Ну, также красивые цветные фотографии, все, все, все. Вы хоть узнаете, правда, откуда мы взялись, о том, где уже надоела эта обезьянная теория, идиотская. Представляете? Ладно, не буду подробнее говорить. И третья книга, это называется «Садоводство до избранных судьбой». Тоже нарядная, большая. Это практически энциклопедия. Она стоит 1500 рублей. Цены устанавливаю не я, есть редактор. Вот эти переселка. Скажите, то, что вы засылаете косточки, жарбей, абрикос, сколько стоят у вас они? Вот смотри, если вы первый раз, 25 рублей. Если вы пенсионерка, 20. Если вы второй, пятый раз заказываете, тоже 20. Дорого или дешево? Огромная папка с теми, кто уже вырастил сады большие. Я вот два года назад выписала семечки, они у меня зашли, и они у меня как бы, вот второй год у них вот с листочками красненькими. Их нужно прививать или не надо их прививать? Красненькие листочки для манджурцы – это нормальное явление. Значит, есть два пути. Я про абрикос. Про абрикос. Скорее всего, это манджурцы, да? То есть не надо их прививать? Нет. Это вы ждете от меня ответа, что не надо и красота. Вырастают примерно 20, 25, 30, 38 грамм максимальный вес. Вот сладко-кислые, сливка кисло-сладкие, но все говорят вкусные. Неубиваемые, держат весенние заморозки, урожаи сумасшедшие. Единственное, скромные плоды. Но если выбрать из них те, у которых листик поменьше, те дадут плоды поскромнее. Вот их можно привить, но годом позже. То есть это на ваш выбор. Поняла, хорошо. В общем, короче, ждать. Ждать, пока чего начнут. И пересаживать их отину можно, да? Да, вы опять хотите, чтобы я ответил, да, нет, весной. Весной пересаживать, поняла. Все, тогда спасибо. По поводу книг буду думать, по поводу жарбели тоже, но туда ближе к апрелю, да? Так, если вы ближе к апрелю, вам скажут, нет ни одного саженца. Почему? Они вроде бы еще питомники, но так они уже как бы выкуплены. То есть они... Нет, я про ваши семечки говорю. А, про семечки вы... А, да не, Александр, я сейчас позвоню. Про семечки проще. Пока они сухие, они прекрасно хранятся. Единственное, что надо будет держать последние два месяца в сыром песке. Там чуть-чуть мази побольше. Но когда я выписываю уже в песке, я тоже так делаю. Вынужден, вынужден, в песке. За тот период, пока они едут, они могут не просто взойти, а даже перевести. То есть иметь очень длинный корень. Прямо быстро-быстро. Поэтому опасно выписывать их в сыром песке. Лучше сухими. Но и кто не успел, тот не опоздал, тот уже в песке. Понятно. Спасибо вам огромное, здорово, берегите себя для нас. Всем огромное спасибо. До свидания. До свидания. Так, друзья, ну что, теперь точно будем заканчивать. Я не подговаривал, но... Для этого разговора всем пригодится. Так, где мой вебинар? Вот он. Установить трансляцию. Всё. До свидания. Через неделю встретимся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.